Всем привет! Почему Путин заговорил о клопах, о командующей ВСУ, о новой фазе войны? Из чего собран новейший пассажирский самолет и сколько снарядов Северная Корея поставила для российской армии? Сейчас все расскажу. Путина очень беспокоят постельные клопы. Но речь, конечно, не о насекомых в одном из его дворцов или в бункере. Он бойцы клопов из Европы. Но чем меньше барахла, тем, может быть, даже и лучше. Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать постельных клопов. Об этом Путин рассказывал на совещании по экономическим вопросам. А еще он сказал, что ситуация в нашей стране развивается предсказуемо, безработица низко, зарплаты растут выше инфляции. Кстати, напишите в комментариях, растут ли у вас зарплаты и чувствуете ли рост этот во время покупок в магазине. А вот европейцы, по мнению Путина, уже запутались в своих санкциях. В общем, традиционная песня. Но про клопов интересно вышло. Не сомневаюсь, это Путин сам придумал. Замглавы департамента военного имущества Минобороны. Арестован по делу о мошенничестве. Владимира Шишова обвиняют в хищении денег при поставке пиломатериалов на Донбасс. Шишов заключил госконтракт с компанией, которая должна была поставлять древесину для строительства окопов и блиндажей. Простите, но, как водится, у российских чиновников деньги распилили. Ущерб оценивают в 27 миллионов рублей. Вот и причина, по которой российские военные бесконечно строят оборонительные линии. На них всегда кто-то ворует. Любовная трагедия разыгралась в отделе полиции Нижнего Новгорода. Там оперативник влюбился в следовательницу. Женщина уже была замужем, отказала ему. Тогда полицейский обиделся, начал угрожать, совершать аморальные поступки. Там совсем все плохо. Прокалывать шины. Женщине пришлось уволиться из отдела и уехать из города. Написала 30 заявлений в полицию, но там никто ничего не делает. Такие хорошие сотрудники работают у нас в полиции. А вот в РПЦ ситуация с кадрами не лучше. В Нижнекамске этот Татарстан священник убил и расчленил свою жену из-за ревности. Михаил Зубарев спрятал голову супруги в холодильнике, где ее обнаружила восьмилетняя дочь. Девочку вместе со старшим братом пришлось отвезти в больницу для оказания психологической помощи. В шестнадцатом году Зубарева награждали за верную работу на благо церкви. Потом он руководил отделом по тюремному служению, но был отстранен от церковной деятельности из-за неподобающего поведения. Священник скрывал, что у него шизофрения и сейчас он задержан. Метрополия, случившееся, назвали страшным злодеянием. Удивительно. Ростех и СМИ с большой помпой представили новейший российский пассажирский самолет Ил-96-400М. И все в нем прекрасное и российское, и такой он весь новенький. Но вы же понимаете, что тут есть подвох. И не один, их много. Для начала, самолет не новый. Это доработанный Ил-96-400 из 97 года. А тут, в свою очередь, это версия самолета Ил-96-300, родом аж из 1988 года. Мой ровесник. Мощные двигатели для этого Илы еще не готовы, поэтому стоят не два, а четыре движка, что делает его дороже и сложнее. Авионика устаревшая. Экипаж не из двух, а из трех человек. Самолет собран в единственном экземпляре и подозревают, что это попросту один из грузовых Ил-96-400Т, которые стояли на хранении. Самолеты, вероятнее всего, передадут президентскому летному отряду России. А до реальных пассажирских перевозок эти Илы вряд ли доберутся. В программе развития авиапрома до 30-го года этого самолета вообще нет. Позиционная война несет огромные риски для ВСУ и Украины. Об этом пишет главком украинскими войсками, заложенный в статье The Economist. Он отмечает, что сейчас война переходит именно в позиционную стадию, что выгодно Путину. И выбраться из этой ловушки поможет превосходство в воздухе, прогресс в радиоэлектронной и контрбатарейной борьбе, новые технологии разминирования и эффективные наборы обучения резервистов. Также заложенный отметил, что тактика обескровливания российских частей была ошибочной и не вынудила армию прекратить войну. Слова заложенного отражают реальное положение дел на фронте. Там уже давно нет серьезных изменений, например, в районе Работина и Вербового. ВСУ проводят локальные атаки, но добиться продвижения не могут. И вот свежие кадры из села Крынки на левом берегу. Тут все еще сохраняется позиция ВСУ, но, как видите, применяются легкие силы, без техники и артиллерии. Конечно, их поддерживают огнем с другого берега, но все равно значительной угрозы для российских позиций они не представляют. Армия Израиля практически отрезала северную часть сектора газа, в которой расположены основные позиции террористов Хамаса. Судя по карте, Цехал пытается разделить эту зону на несколько частей, чтобы затем зачистить их. Активно используются танки и бронетехника, не обходится без потерь со стороны Израиля. Вчера террористы Хамас подорвали один из БТР. Российская армия получила 1 миллион снарядов от Северной Кореи. Такие данные сообщает разведка Кореи Южной. Предполагается, что этого хватит на два месяца активных боевых действий. В обмен на снаряды Россия, по всей видимости, передала Пхеньяну технологии для запуска спутника. В мае и августе корейские запуски были неудачными. К слову, о неудачных запусках. В США испытали межконтинентальную баллистическую ракету «Минитмен». Во время полета была выявлена аномалия. Ракета была уничтожена. Ее затопили в Тихом океане. Задержанного во Франции совладельца альфа-групп Алексея Кузьмичева отпустили под залог в 8 миллионов евро. Ему предъявлено обвинение в налоговом мошенничестве, отмывании денег, а также в организации теневой занятости в составе преступной группировки. Интересно, какой. Кузьмичеву также запрещен выезд из Франции. На его вилле в Сент-Тропе и квартире в Париже прошли обыски. В Японии начали использовать роботов-волков для борьбы с дикими животными. В последнее время медведи, кабаны, оленя стали близко подходить к местам, где живут люди. Они наносят вред сельскому хозяйству и опасны для человека. Чтобы отпугнуть животных, 200 роботов установили вблизи населенных пунктов. Когда робот распознает движущийся объект на расстоянии 30 метров, его глаза начинают светиться благодаря светодиодам, а из динамиков разносятся вой, усиливая пугающий эффект. Кусать за бочок этот волчок не умеет. Сегодня 2 ноября и 617 день войны. С вами Иван Жданов был. Если новости вам понравились, то обязательно ставите лайк и пишите комментарии. Спасибо вам большое. А еще спасибо тем, кто подписывается на наш патреон. Вот справа все прекрасные имена. Увидимся завтра. С Яном Матвеем вы увидитесь. Всем пока.